привет ребятки ну что же мы значит направлялись в эту пещеру да у паутинник еще мы тут должны найти какой-то самый драконий корень для того дедушки вот и потом а вот обязательно короче пойти и починиться в то что серебряный меч уже на подходе что называется грибов короче полно на продать эти грибы щебальца я им пока что особого применения даже не находил они помогли то в каком-то зелье использовались но так чтобы там особо много такого не было но тоже самое сказать и про паутинник прикольная статьи такая веточка до растет забавно да у этого что-то слышу ребята так это в наше маслицо от трупоедов до а сколько у нас серебряный меч и сейчас у него 500 процентов блин чуваки надо реально что делать но на крайняк он мышь помощи не продавали до сих пор наш это да как его школу измерить стальной меч да поэтому и падла все готов не продавали наш мишку и змеи да поэтому короче говоря на крайняк просто его достанем если уж совсем худо будет да как сундучок какой-то смотрите хочет не обыскивается офигеть да у нее обыскивается сундучок прикиньте я думал блин там чем будет ржал и нильгарский меч давайте возьмем да будем все приз подбирать потом просто тупо в паре метка него появишь это растение это ребят садим паутинник этот сраный а вот наверно нет падла одежда вы искать то и что то вот 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 ага корень интересно старик и правда увидят с ним будущее все драконий корень мы нашли отлично надо теперь отнести его старику в принципе теряя задание довольно таки простое его просто охраняла парочка гулей тем более а еще и вторых уровней эти были гули то есть по сути вообще ничего сложного можно было даже на ком-нибудь там первом уровне над квест пройти как бы вот так чем займемся дальше после этого квеста да но она будет обязательно починиться продаться ну вернее поторговаться так говорю продаться да не совсем хорошо получилось так как на теперь вернуться то так вот да поторговаться и наверно потом сбегаем 5 к этому дому реардом на потому что мне там все братишки сказали то что там можно будет и кое-что интересное найти там очень много денег в этой шкатулке то есть ну короче говоря стоит туда все таки зайти из я зря я поленился в конце концов я же обещал что буду все там до каждый квадратный миллиметр расследовать а тут вот хопа и уже отказываюсь от одного из квеста по сути говоря да неправильно получается надо слово держать так сказать братишки так пожилой человек с одним пожилые люди в этой деревне беженцы старушка детишки так то где-то тут он должен был да дедуля ты вернулся да 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 так где там у меня есть то о чем ты просил спасибо дай мне минуту я вижу волка он придет вперед к одинокой башне на перекор метели он идет по следу ласточки но ласточка не слушает волчьего воя она взлетает высоко высоко она знает что это ее последний полет пророчество и длины оставь меня идея уже грубо говоря по сути квест бесполезный да это кое-что опыта мы за него много не получим ничего такого он нам не рассказал это пророчество айтины мы еще слышали с первой части мака да то ничего ряда нового нам не рассказал так давайте посмотрим вообще-то где мы сейчас находимся вот поместье кстати можно коротко есть ариарда сейчас бегать натуре оттуда вот смотрите какой-то деревушкой да может быть там хотя бы будет кузнец давайте сейчас короче дойдемте до этого указательного знака села бинькова до телепорта не усереду мури арду на обыщем там в эту всю фигню поищем наконец-то да где-то вот знак а я читаю щекотню туда пошел братишки представляете да вот давайте сейчас каким чем-то займемся а вот вот вижу уже его как лично так давайте до поместья реардом бомбы и арбалеты и арбалетные болты могут активировать убийственную точность такое какое-то умение да так ну что а у нас остался этот квест можно вообще как-то его посмотреть допустим выполнено да вот но она может быть короче говоря и пройдено нам найти его как-то сложно будет нас калат падение дома рядом бы ну никак не отмечается падла теперь на работу вот даже тяжелее ведь найти и правильно раз мы вот да с квестом не нашли я теперь вставляю как тяжело было его найти без квеста то есть сам уходить искать но я точно помню что можете в домике все по обыскивали первые да и вот у нас был как раз вот вариант вам последний тот этот вот дом но в него как раз по мою не зашли я так понимаю что это здесь собственно говоря и будет этот схрон правильно когда ты жили логично братишка в принципе уже не сходили изумрудная пыль совпластитесь да вот смотрите какие-то следы типа до доллара а внизу что там такого там что то есть о шкатулка ну вот мы и нашли 100 флоренов парда опыта получили видите 45 получили опыта то есть побольше ну в принципе такого там особо до 100 флоренов да это там не огромная награда прямо скажем ну да ладно а еще мне говорили то что можно будет типа найти за мумифицированный типа труп этого брата и и на я честно что тут ничего не нашел даже не знаю слушать а тут можно выбить допустим ордом нет нельзя психозная деда часа может быть этот мумифицированный труп да тут этот вид не убивается а так даже и не нету ничего такого вроде бы как видео знает ну а на шкатулку с долларами нашли это наверно самое важное здесь мы нашли этого лета насколько я помню да ну да мы поставили эту лестницу и нашли тут ли это по-моему я поживист тут ищем ну короче да больше что делать нечего практически несколько по ну хорошо принципе да нашли 100 флоренов принципе да это и не особо там большими деньги но тоже не помешают так хорошо хорошо вообще спасибо братишки что вы вот на меня так нажали до сказали вот там пойди посмотри это правильно на самом деле вот когда и когда я ленюсь вы всегда так делать да всегда вот говорить то что чё что обещал все осматривать а сам короче забил так смотрите у нас тут есть какая-то видео просто квестов и так по набирали помню там до фигище если я не ошибаюсь да вот дополнительные задания кулаки ярости скачки гвинт мастер-боник то есть уже еще поделать до ведьмачьи заказывают допустим таинственные следы там то есть принципе есть задание нам есть что проходить я просто сейчас бы хотел бы на тут давайте добраться до этого до указателя не телепортнулся какой-нибудь деревушке чтобы наконец-то поторговаться и починиться просто раз довольно таки сильно потрепало а там уже будем смотреть чтобы там будем проходить блин я случайно нажал не ту кнопочку по дуну она так 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 вот можно портануться заливки повода от заливки точно есть кузнец давайте часто в заливки вот про там поводов притрушенный кузнец который там блин а все время там песнику то на свистывать базаре с ним нельзя из-за этого идиот какой-то так давайте сразу же искать кузнеца ну да в общем объявления все те же это обычные до объявления не квестовые то есть обычное а еще блин я чуть опять не забыл по поводу винта внешне надо до колоду наконец-то привести в порядок так смотрите мне допустимо у чудовищ точно не понадобится мороз правильно да тут принципе может все пригодится мороз не точно не пригодится идем дальше пускай теле я как-то не сильно так не хард они хард мне принципе все может пригодиться вот королевство севера что мне не нужно мне точно не нужно ливень потому что это для осадного он не точно не нужен и мне точно не нужен вот этот вот ярпин зигрин да ну да эти братишки пускай все будут принципе да так с кайта или носил удал и все сделала то что такое должны были да потому что все время у меня больно то то ярпин зигрин вылезет потом какая-то парашная одежда тактику снец братишки идешь кузнец где кузнец кузнечика на руку оттуда так как так 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 попал папа зачем можно только поговорить придурок а можно слабо так братан давай поторгуемся кстати говоря да у меня есть что продать да вот допустим серебряный меч школы змеи на тебе ржавый нитварский меч и сапоги топорника так вот так нам вроде бы больше продавать то и нечего это все ингредиенты до химические там разные для ремесла прикольчики они по ним могут пригодиться ну да короче все стороны может пригодиться хорошо братан теперь давай начали место починить починить снаряжение затерял услышите 2 тысячи книжечки свои продать у меня что какие-то книги да тут я должны быть еще обычные торговцы не туда немножко походу я пошел да вот должны быть это обычная торговка помните я хочу посмотреть можно ли им попаривать свои книги потому что у меня очень много книг они по идее и вес какой-то занимают братан покажи свой товар вот где там это говно 2 этих 2 трофея тоже надо продать да тем более одинаковые они на одинаковую тему дают давайте надо трофей курористка продадим так вот до книги смотрите сколько продавать не нельзя нельзя почему-то да это печально на самом деле давайте продадим ему может быть знаки ты морского отряда ну да 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 все остальное раз тут еще поношенная шкура мне это было дал поношенную шкуру зачем точно какой-то хлам а у него кстати к это просто на книжках а уже читали этот текст хорошо бывай братан бывай так ничего это мы сделали так теперь давайте выбирать какой-то квест проходить да я думаю я думаю что давайте может быть даже кулаки ярости да вы пойдете поделимся с этим придурком сержантом да 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 давайте так где этот прикольчик да погнали потом просто может быть я думаю может быть сразу же туда в этом же выпуске мы это сама при блоке вы можете переключать знаки нажимая кнопки так вот да пока что нельзя но хорошо от если можно было здесь починиться я что-то затупил ну ладно да можно будет это самое сразу же скачки поиграть даже здесь уверены чтобы все-таки его дополнительные квесты поделать так а с кем-то там тратцы где-то идти туда наверх куча ренда там правильно там где был этот сержант windows какишь классно сделаны вот все эти деревни в игре это просто капец да в любую деревню приходишь и в ней как бы свои приколы до любая деревня реально живая то стирают по этому разговаривают там блин все что угодно делаю да то есть сидят там шоу что-нибудь вообще-то строки живой мир это просто капец и любая любая деревушка будь то маленькая или огромная да она вот реально до мелочей просто проделана это конечно поражает это действительно громадный объем работы был выполнен в этом плане конечно не откажешь так один собственно посмотрите по идее это наверное может быть какой-то квест может можно за него заступиться а нет по крайней мере я бы тихо и вот опять таки даут блин ну почему нельзя заступиться за чувака на туповатый прикол какой-то да вроде бы есть свобода действий но далеко не во всем я готов идите кто так а что об этом думает баронах и давайте спросим даже в натуре интересно в этом плане оборон знает как его люди тут развлекаются барон все знает он и сам денежку ставит иногда герова ставит все время проигрывает во можно на 80 20 давай братан начнем ну давай подходи не бойся уходи не плачь а по два хотел бы наведили сразу же да нахрапом взять говно а я уже потертый калач я уже знаю вот так вот надо делать до уворачиваться банально потому забивать как как поросеночка гениальный прикол телки пришли посмотреть на драки да и при этом мог берещат как дура и кричат не убиваете ну вот и все ну и схватка объявляю всем и каждому что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом белина если тебе мало езжай в навиград или на скеллиге там бойцов не счесть семьдесят пять опыта 160 крон а твое бледное рыло людей не бесит и все да то есть допустим вот так как как до скачки только остались понятно можно короче говоря значит драться с этими других городах ну кстати я кулачные бои здесь очень простые на самом деле я вспоминаю того же второго ведьмака или первого там это были потяжелее согласитесь там валь такие моменты когда реально было тяжеловато здесь когда я же просто мутишься вот эти вот отходы правой кнопкой да чтобы он уворачивался и принципе вся драка то есть вроде бы дерешься с профессиональными бойцами до которые там делают друг другу больно и в то же время в принципе ничего сложного ну ладно так давайте давайте посмотрим еще да вы задолбали с основными заданиями давайте посмотрим скачки скачки границы так это нам куда идти но так с бароном поговорить или как а это аштаб падла достаточно до уматывать погнали чуваки натуре еще давайте сейчас на скачках поиграем в этом выпуске такими делишками позанимаемся а потом там попозже возможно займемся ким-то он дополнительными заданиями там да очень таким ну и винда конечно конечно надо еще доиграть винт я так понял я тут еще где-то двое соперников таких типа маститых да у которых я могу выиграть это уникальные карты они не точно понадобятся пока что я просто в восторге от колоды о чудовище вот все хочу насыграть полную колоду это будет просто шикардос конечно почему очень классно сделано а у то что вот да вот замок на один там вороны кружатся вот как погодные эффекты все вот эти очень класс стража да там на высотке сидит тоже очень круто и он на скачке на должен точно ехать на плотве а то это тупо да чувак пришел на спать на скачке пешком какой-то перебор давай плотно так значит удалом куда ехать да погнали плотвичка если интересно тяжело будет на скачках выиграть или нет что я в принципе не сказать что как-то так хорошо сейчас езжу на лошади да мне управляем управление принципе стекло что вроде бы и простое хорошее до управление лошадью но в то же время вот как-то были не до конца удобно примеру тот же mountain blade да когда я играл сравнение там как это было так попроще сделано более удобно более удобно да здесь вот как-то блин так сделано сложновато я может быть надо просто еще привыкнуть я просто еще особо на лошади так и не катался мы можем поговорить можем только коротко и по делу я болтать не люблю уважаю братишка устраиваю здесь во вроницах скачки ты сам слышал хочешь попробовать скажи не хочешь проваливай я в деле братишка я хочу записаться не нужно ничего писать просто приходи на закате и приноси золото для ставок вот и ты наконец правило простые выбираешь соперника с кем хочешь держать заклад делайте ставки потом скачете туда и оттуда кто первый тот и молодец кто второй того нахер ты хочешь гоняться с матюхом за и кайс гансом железным гузном или с черным богдан черным богданом это прикольно то есть даже меня в игру сунули правда почему-то черного сделали давайте будем начинать с матюхи да по очереди я так понимаю будет пусть будет матюх за и ну выкладывайте 100 и поехали братишки проблемы с речью короче да а когда как как узнать куда ехать так один ну 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 а она вроде бы как показывает да вот сюда да с этом какой-то квест был увидели ребята блин вы сошли падла блин капец я живут это блин у сложное управление немножко для меня в всяком случае вот еще и прыгать надо видали братишки правда я почему-то не прыгнул ну ладно да блин да чё ж ты за это я имел ввиду что просто а далеко вообще ехать или нет прострал и капец вроде как ведьмак чутье и скорость не человеческие а простой солдат его обскакал пропало твое золото но если что можно организовать и реваншик да плохо дело ребят давайте загружаться да капец блин ну может быть на время надо да может быть сейчас я еще помудохаюсь на этих скачках может быть научусь не меня просто 7 у меня под прикол что меня заносит да я не могу никак привыкнуть что тут не мышкой типа надо как-то клавиатура я так понимаю выбирать направление всеми не в ту сторону скачу короче ссылая засада но сделано кстати я прикольно да причем необычно я даже вот так вот они вспомнили какой рпг чтобы там были скачки да такие вот и вообще вот это располагает только то же самое там skyrim там да вот там вроде бы были лошади но не там до старки как-то упора то были сделаны что ну что за говно вроде как видим блин так а зачем мне дебилы зачем мне было загружать и груди я уже бросал учу придурки вообще кончено что не надо мне контрольная точка надо ручное сохранение идиоты блин да и так вот даже ничего не вспомнишь а вот здесь от ведьмаке кого прикольно сделано здесь лошадка реально интересно сделано здесь не реально есть смысл до чтобы там перемещаться что карта действительно большая и скачки вот сейчас в чем было интересно поездить конечно правда печально я живу в том плане что мы просрали я так понимаю что просто нужно какое-то время до чтобы научиться раздуплится как тут что делается так сказать братишка в обороны повздорило с какой-то ведь давай братан я буду скакать мы можем поговорить но я рад так я в деле да я хочу записать хорошо вот это и наконец как скид с матюха ёпты пусть будет мать боленье опять стал ну ладно тык с ним будем у 25 играть нечет завтыкал пробел нажимал аппаратички сейчас уже надо не простирать уж это уже даже не смешно прикольно такая топорная играет акция вы видели мы когда ехали там квест какой-то был когда ехали тут да вот видите вот и по туда и там квест такой у бочки кидают нифига себе ребята вот видите да блин дебилизм какой-то я не могу понять чем прикол вообще абсолютно непонятно просто вижу как управлять я только не будем как раздуплиться то ли мышкой то ли клавиатурой она неудобно капец а вроде бы мышкой чуваки да вроде бы мышкой пошла ну ну гениально надо будут обязательно до туда доскакать да потому что по-другому никак еще прикольно то что я всеми когда про втыки он меня ждет видите в чем еще волны и вот это же смешно прикол меня все время ждет а я выиграл уже я опять просрал как сюда а ну славно славно о видать ты не только в чудищах разбираешься но и в лошадях вот твое золото а как придет охота снова погоняться ты приходи ом этом что получили братишки кое-то седло увидели ага седло для скачек 40 увидите у меня получше седло до 40 энергия меньше устает лошадков давайте-ка сохранимся и поскачем теперь со следующим противником будешь я хочу записаться не нужно ничего мое почтение седой так с кем ты хочешь а тут уже на 50 на идем ганс посмотрим насколько у тебя железная я в жизни провел на коне а вторую половину на пони меня не обскачешь ну выкладывайте ставки и поехали стартуем да блин тяжело здесь есть конечно что твой плохой для наездник до братишки то лучше видеть и подло какое процент оттирает меня дал он дает себя погнать скотина на дорогу это помнить то есть время забываю куда ехать вставляйте братишка шла бель энергия заканчивается на дачах она тогда по мудрому расходовать энергию видите ребята по мудрому до расходовать энергию короче говоря были опять я не ту сторону поехал на то что она устает потом капец блин я щас по ходу простую потому что мы уже возле финиша у меня неплохо до обогнал ну да просто ну да 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 хорошо хорошо что я бы тогда сохранился братишки правильно вроде как видимо ну все дайте мне загрузиться до ручное сохранение который пребывал в этом опустошенном войной краю у меня все имеют этот последний до поворотом где надо туда повернуть и все минуту сторону как поворачиваю и в это время теряю получается и все просирают такой напряженный момент для меня это капец между я просто не могу толком раздуприться как здесь правильно поворачивать тяжело но как-то вроде бы мышкой на всеми куда-то заносит на мозги уж капли начинать честно говоря кто бы мог подумать да что вот вроде бы совсем так справляемся в игре да там заказаны с более высокими уровня вами монстрами там с тем же самым винтом да вот скачки по идее должно быть самое простое мое почтение к с кем ты хочешь идем блин опять 25 ну а нафиг с ним с этим пробелом блин да тут вроде бы скачки должно быть самое простое для меня это прям целая история как здесь выиграть ну что радует а что вот видите мы выиграли неплохое седло то уже в принципе здорово продаю весь прикол что принципе разницы в соперниках я вообще не вижу вот мы ехали только с тем матюхой да вы сейчас едем с этим гансом в принципе соперники по вообще абсолютно идентичные общение в чем разница между ними то есть все разы я просто сам как бы получается протыкивал да там ведь опять у меня блин на подходе это на пошла опять не туда поехал братишки но это какой-то капец реально я не знаю как назвать не торопись я все меня ту сторону еду какого макаро я не до опять не в ту сторону ладно тогда надо круче все загружаться может вообще на паузу поставить пока я не раздумлюсь как здесь кататься я я не знаю как назвать мне тоже начинать числе на мозги давить я уже пожалел пожалел реально вот уже что вообще взял как бы а контроля . не нужно просто вынос мозга какой-то для меня на самом деле ну как неудобно ну реально сделано блин я живу фиг поймешь это быстро выкупай куда чё ехать вроде бы на этаже дорога мне так это слишком тяжело я не могу запомнить маршрут всеми куда поворачиваю трачу уйму времени до причем оторваться получается противника вообще нереально потому что я вот даже вроде бы его обгоняют до еду а он все равно там получается ну на шахт на два позади меня максимум никогда такого не бывает чтобы он там отстал хотя бы там ну на какие-то там пять секунд до чтобы у меня было время на то чтобы там правду жизнь получаешь вот разок это завтыкал и все и короче все позже мое почтение седой пойдем г я одну ну короче сейчас попробую если не получится в данном чуваки буду ставить на паузу не значит делать тоже да это связано стало даже мэмом давали на на все так вкусно дошевелись плотва это прям реально уже как интернет мем короче говоря гуляет так забавно да вот видите вот он за мной ей там буквально встает там буквально и на какие-то там понты то есть вообще непонятно можно как от него оторваться хоть более-менее вот ведь я только затыкал буквально секундочку к у меня ужаса уже и нагнал ну и вот он рядом позади меня там буквально на полтора шага ну вот опять финиш и опять он короче говоря меня обскакал получается да али нет вы смотрите получилось что деловой напрямки решил у чесать с нами такой номер не пройдет раз пути сошел золото пропало хочешь отыграться езжа еще раз только по-честному бля а где там сошел с пути объясните мне что я даже честно просто не понимаю чего вообще говорит где я там сошел с пути я тупо ехал по маршруту где там я вообще не сходил с пути с какого рода а а или он имел ввиду то что я там потом не по дороге уже ехал сам конце я что короче понял что короче такое что сначала нам возможно можно его обогнать потом где-то на середине пути надо немножко сбавить чтобы появилась эта выносливость лошади да а потом уже тоже ближе к концу опять поднажать короче говоря на газы вот поднажать на газы и тогда мы походу от него уже оторвемся нормально то есть как-то так вот надо ехать ну блин честно мне уже напрягать она начинает реально но как-то так сделано то что надо целую стратегию разрабатывать насколько я понял в этих конченных скачках чем ну блин ну хоть задрался честно говоря я думаю там скачки будут какие-то веселые да ты там моё почтение едешь-то смеешься да там загоняешься тут прям не скачки я не знаю шумен генс надо вот все вот именно так вот делать да там не сходи там с пути там то нельзя это нельзя над капец потерь соперник я чуть не понял где-то вообще столкся теря вы заметили прикол походе ты знали у кого для чего в принципе мне мне же лучше да я имею право там заполучить на какие-то пару секунд это уже хорошо на самом деле так едем мы вроде бы по дороге до так реально вообще не видно соперника они вон вон едет дал он то я сначала подумал что я вообще без соперника что-ли буду ехать так это тоже не очень весело уже у меня настигает так сказать да хотя вот опять его не видно вообще заценить чуваки я здесь пикол затупил до его сын не видно так это я на шару получается выиграл это где-то вы подфартило что называется славно славно видать ты не только в чудищах разбираешься но и в лошадях вот твоя золото а как придет охота снова погоняться ты приходи это походу на раме не пожалел этот железная это железная гузна додумает дэн чувак никак не может меня обыграть уже перезагружается в сотый раз да сделаю ему короче бонус такой да и решил короче о сидельные сумки мы получили чуваки что такое сидельные сумки ага это суда да о круто 30 объем сидельных сумок сидельных сумках можно хранить вещи я понял только как это делать я чуть не совсем понимаю а видите у меня так 60 максимальный веса так 90 то есть принципе то есть не надо в них ничего уложить если у меня просто увеличивается максимальный переносной груз ну да это кстати я очень здорово на самом деле как же будешь с я хочу даже интересно я смогу сейчас вот кого-нибудь выиграть с первого разоградение с кем-то их тем более час буду сам крутым типа это понимаю играть с этим черным богданом блин с тезкой своим буду играть в этот раз я могу чусь черный богдан может у меня хоть не подозрев это правда прокатишься ну выкладывайте ставки и поехали надо чтобы он тоже заглючил как тот братишка подвал не хочет так у меня похоже даже и шансов не будет да это понимаю представить я уже как-то в который раз еду по этому маршруту по одному и тому же да и до сих пор не могу запомнить маршрут просто какой-то капец до сих пор не могут запомнить как мне вообще надо ехать сейчас опять будет тот поворот я опять буду поужить сто процентов видеть у меня уже энергия как бы заканчивается ребята да блин опять короче говоря главное что возле финиша у меня опять кончилась энергия ну да проснулся загружаем загружаемся тут еще видите я жду просто еще фишка в том что нужно как-то правильно распределять выносливость потому что на всю дорогу и якобы не хватает во всяком случае мне потом она начать заканчиваться то есть и чувак меня естественно перегонит то есть надо где-то сбавить а где даже не знаю ну и плюс то что я жуя все никак не могу нормально запомнить эту дорогу все время начинаю не туда поворачивать в общем целая история конечно получается я вот реально час его да вот вроде бы по-нормальному нормальный человек до должен дать скачки проходить и получать какое-то удовольствие да там отдыхать что называется я сейчас прохожу скачки такое впечатление как будто я пахиваю где-нибудь на комнате честное слово мое почтение заколебался уже честно говоря в этот раз я прокачу фух называется сейчас выиграете скачки да и о опять этот бах крутой их а я походу понял из-за чего этот бах ребята когда я меч почему-то у меня надо видите получается что я достаю меч какого-то макара перед скачкой он он пугается видать дать и почета меч достал и видите короче говоря убегает а потом начинает уже ехать там еще подтормаживать его лошадь до искусственной интеллект все-таки не ахти и вот у меня как бы есть неплохой задел неплохая фора что называется да там и и походу вот из этого эта фигня и случается насколько я понял хотя конечно я на все 100 не уверен но суд по всему именно так она происходит давайте нож когда девушки отдохнуть тем более 100 этого чувака 5 не вижу круче чуваки я считаю что все разы выиграл либо на шару либо вот благодаря этому богу да но главное что выиграл да там победите победители не судят даже на славно видать ты не только в чудищах разбираешься но и в лошадях вот твое золото а как придет охота снова погоняться ты приходи скачки мне знать прошли правильно так 100 крон так еще 40 какого-то бонуса а дастся какая для лошади о шары дали мы для уж нет капец короче в ряда скачки для в этом плане классная штука для этого лошадка фото вот там и шара что надоет вообще лошадь шорами меньше пугается а вот и такое не самое необходимое но тоже приятно самое классно да то что мы выиграли теперь у нас максимальный переносной вес намного сильно вырос это конечно очень радует так что у нас там еще не за винт веренские игроки собрать полную коллекцию к давайте-то таинственные следы пойдемте пройдем протон для 20 уровня вот что меня немножко пугает а вот смотрите какой-то квест теория давайте его сейчас возьмем я что муда когда катался там был какой-то квест погнали посмотрим что там а потом пойдемте поговорим с охотником просто до 20 уровень конечно для меня великоваты но хотя может быть он знаете может быть там будет 20 уровень какой-то отстой да и я его смогу даже на шестом уровне завалить какая-то старушенция братишки что там хочет помоги старой слабой женщине что случилось ночью безбожники часовенку верный милосердный разорили чтобы пусто было починить надо вночасовенку иначе верно обидится коровы падут у ребятишек бородавки вылезут собаки запаршивею парша и бородавки звучит серьезно я тебе помогу читали сама не могла приподнять эту статую что ли я не думаю что он столько весело готова добрые боги мне тебя послали есть теперь кому у нас часовенки чинить у меня уже есть ремесло я ведьмак они реставратор древней деревянной архитектуры ведь мать и дело за злом бороться а хулиганы эти окаянные они похуже чудовищ будут если что увижу я поправлю но сворачивать с пути я ради этого не стану а тут везде близко защитник веры отслеживать задание а тут еще два святилища братишки представляете а давайте чё как раз займемся этим квестом почему бы и нет а только где они а вот стеряющих этот чувак нам нужен а так это аж где-то фиг знает ничего нифига себе ого то вышел ребята это чудная идея короче говоря это да это как-то по дороге может быть когда-нибудь будет и мы тогда этим займемся слушайте раз уж такое дело давайте тогда пойдемте даже по основному заданию ой кстати говоря это и есть каменные сердца да видите у меня уже есть квест для него так это подлесье вот найти хату ворожея да вот это же оно и есть и я как раз полу это рядом как раз этой хатами сколько я понимаю куда ловишь она погнали туда до этой хаты братишки теряя за одного ворожея посмотрим может быть у него будет идти водная эссенция помните нам надо же прикупить хотя бы пару штук и туда мы сможем это самое сделать себе наконец-то зелье кошки мне вообще интересно как вообще просто и кошка в третьей части ведьмака выглядели да потому что первой части она выглядела по одному во второй уже как вы помните уже по другому выглядела может быть и в 3 как-то по уникальному да и ситуации да когда там очень темно и факел конечно тоже освещает но кошка как-то и больно канонично что называется и вообще блин так а упали до моего дедушки теперь чего хочу с выражением поболтать как ты опоздал сейчас мы с ним болтать будем ой я могу сейчас к войну смотрите вернее ну аксе вам пора идти уже да ну тогда идем да видите классно вкачали вкачали мак что за человек насолил приятеля мэдрик вкачали аксии да и теперь можем за место чтобы драться с этими чуваками вот просто их успокоили и все да правда тоже блин нам дал всего лишь 40 опыта так может быть мы бы перевалили да там долларов бы с них пособирали даже не знаю что и лучше но раз вкачали то будем пользоваться но есть там кто открывая не бойся кого духи несут чего он хочет мне нужна помощь человек а волк Седой, а не старый Его товарожей и ждет, пождет Ты ждал меня? Кости мне так предсказали Придут те, что смердят насилием и смертью Но волк их прогонит Белый волк И пришел Ворожба не врет Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет можжевельником Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена Кадилом можжевеловым окурена Для Анны на охрану Ты его сделал Ворожей сделал Как предки учили над мертвой водой в свете полной луны Это хороший амулет Зря сняла Отчего он ее должен защищать? Злые силы Ану окружили Во владение взять хотели Старая магия Что родится из небытия Течет из черных истоков Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет, нет, нет. Ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворошить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать? Искать. Лучше княжны. Княжны никто. Никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна! Коза! Убежала! Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы. Без козы не выйдет. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна! Княжна! Куда же ты подевалась? Ладно. Схожу за ней. Колокольчик, колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только берегись земляники и дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварное чудище. Предметы для задания. У вас новый предмет для задания. Поготовьте его к использованию. Разместил соответственно из соответствующей ячейки в окне рюкзака. А затем выберите его в меню быстрого доступа. Хорошо. Так. А, ну да, вот он есть. Ой, бляха. О. Ладно, чуваки, давайте, наверное, тогда на этом выпуск мы закончим. А в следующем тогда пойдемте искать козу. Да, ну блин, прикольно, да, согласитесь. Все квесты очень интересные. Вот вроде бы мы ведьмака, сейчас пойдем искать какую-то козу драную. Ну, то есть вообще веселуха. Еще и при помощи какого-то колокольчика. Ну, и я так понимаю, что с этой козой все так просто не будет. Да, я там, наверное, какие-то бандиты похитят или что-нибудь в этом роде. То есть понятно, что просто так мы ее не найдем. Ладно, братишки, я вам как всегда благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.